Строится на том, что стратегией в целом ведением основных каналов занимаются специально обученные люди, а ведение каких-то профильных, нишевых каналов мы передаем нашим коллегам, которые занимаются производством тематических интернет-проектов, которые производят новости и обсудили материалы определенной тематики, подозревая, что они, естественно, разбираются в этом гораздо лучше, чем мы. Естественно, при нашем непосредственном участии, при наших непосредственных консультациях. То есть работа построена таким образом. И серьезное направление нашей работы, об этом скользко упоминала Наталья Лосева, это мониторинг социальных сетей. Там есть несколько направлений. Во-первых, это мониторинг каналов в социальных сетях основных ньюсмейкеров, основных средств массовой информации, каких-то крупных компаний, которые нам интересны. И за последний год, когда, мне кажется, нам действительно удалось систематизировать и поставить эту работу, серьезный процент информации, который ежедневно выходит на наши сайты, на наши ленты, источником для них становится именно социальная сеть. Ну, наверное, основной процент касается высказываний каких-то ньюсмейкеров и различного рода катастроф, происшествий и так далее. И эта же группа занимается не таком мониторингом того, что происходит, но и анализом каких-то трендов социальных медиа, анализом и прогнозированием того, что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Потому что без этого, естественно, невозможно поступательное и успешное развитие. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о КПА и социальных медиа. Когда первый раз предложили выступить, я долго достаточно выбирала тему, а потом решила посоветоваться с коллегами, которые занимаются продвижением социальных медиа не только для средств массовой информации, но и для брендов. Спросила, какие вопросы их сейчас больше всего тревожат. Говорили много о чем, но то, что заботило абсолютно всех, и рассматривалось всеми как проблема – это отсутствие какой-то всеми принятой системы справедливой оценки эффективности работы в социальных медиа и многочисленные мифы, которые с этим связаны. Как я уже сказала, это касается и средств массовой информации, и в значительной степени брендов. Почему это происходит? Наверное, потому что продвижением социальных медиа сейчас пытаются заниматься все. Специальные подразделения есть во многих крупных компаниях, во многих крупных СМИ. Есть специальные агентства, которые этим занимаются. Это как направление новое, оно развивается, как снежный комп, является все время что-то новое. При этом мы все пытаемся принимать западный опыт, накладывать на российскую действительность. Правил игры как таковых нет. Поэтому мне кажется, что одним из трендов социальных медиа в 2012 году будет именно как раз такое оформление профессиональным сообществом неких правил формирования системы оценки, насколько эффективно мы работаем. Следующий слайд, пожалуйста. Тот путь, который проходят сейчас социальные медиа, по очереди прошли, наверное, все типы медиа, которые мы с вами только можем представить. То же самое телевидение. Раньше достаточно просто измеряли количество включенных телевизоров единомоментно. И казалось, что это вполне себе релевантная оценка происходящего. Сейчас все идет к тому, чтобы телевизионный охват измерять количество зрителей, которые реально смотрят телевизор в этот момент. И в России, особенно на Западе, сейчас очень серьезно развиваются технологии, которые позволяют это делать. То есть от устройств, которые при помощи пульта телевизора передают статистические данные специальным компаниям до таких телевизоров, которые появились в Штатах Америки, когда есть специальная камера встроенная. Она ничего не нарушает ваши прайвеси и ничего не фиксирует, не снимает, а реагирует только в тот момент, когда зрачки, то есть глаза зрителя смотрят именно на экран. То есть эта камера фиксирует этот момент, и тогда засчитывает, что человек в этот момент смотрит телевизор. То есть даже относительно телевидения, которое всегда славилось каким-то несправедливыми оценками и заброшенным охватом, все идет к тому, чтобы установить какую-то более или менее справедливую систему. Следующий слайд, пожалуйста. То же самое в газетах и журналах. Традиционно все измеряли тиражами. Кто-то заявил там тираж 5 миллионов. Вот такой охват у этого издания. Теперь же охват издания измеряют количеством реально купленных номеров. Есть разная система для того, чтобы это посчитать, но все-таки все идет к тому, чтобы не считать те тиражи, которые пулятся на складах при заявленных огромных объемах. Следующий слайд, пожалуйста. То же самое касается и интернет-ресурсов, интернет-частности. Раньше успех, место, основным объектом измерения было количество посетителей. У кого больше, тот лучше, круче, и тот мог прийти, помахать предокладательно, сказать, у меня все хорошо, приходите ко мне. Теперь даже не сами трафик-менеджеры и рекламные агентства, и даже, что приятно осознавать в последнее время рекламодатели, судят еще и о качестве аудитории. То есть самые простые показатели, как мы знаем, это время длительной сессии пользователя на ресурсе и количество страниц, например, которые он посмотрел. Чем более продвинутые агентства, чем более продвинутый трафик-менеджер или рекламодатель, тем большему количеству качественных характеристик он уделяет внимание. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, на мой взгляд, одна из основных проблем социальных медиа сейчас это то, что до сих пор мы наш успех измеряем количеством подписчиков. Есть разные характеристики. Это количество наших фанов в Фейсбук, это количество «не нравится», это количество ретвитов в Твиттере, количество просмотров в Ютьюбе. Количество, характеристика, зависит от того, о какой площадке идет речь. Но, тем не менее, это сугубо количество и ничего больше. Следующий слайд, пожалуйста. И сразу следующий. Почему так происходит? Ну, во-первых, это действительно самая удобная метрика, которую можно продемонстрировать либо начальнику, если речь идет о структуре в составе какого-то компании, какого-то холдинга, и заказчику, если речь идет, например, о агентстве, которое работает на рынке социальных медиа. То есть ничего не нужно объяснять, показал цифру роста от 0 до 5000, вроде бы результат достигнут. А второе, это очевидность роста, которая, естественно, демонстрирует очевидность успеха. То есть если есть количество изменений, все хорошо. Этот результат легко и достаточно быстро достигается. То есть, я думаю, все, кто так или иначе работал, слышал о рынке продвижения в социальных медиа, как бы с этим все прикасался, прекрасно слышал о технологиях накрутки, о ботах, о специальных биржах, где можно купить пользователей, которые будут имитировать поведение вполне себе и живых пользователей, которые без ручного анализа отличить очень и очень непросто и так далее. Но это уже все частности. Тем не менее, достичь этого можно, главное, разбираться так или иначе в этих технологиях. Это результат, который можно гарантировать и прогнозировать. То есть банально, проведя какую-то платную кампанию на какой-либо из площадок соц. медиа, вы можете примерно спрогнозировать, какой результат пообещать вашему заказчику или вашему начальнику. И одна из самых важных и серьезных причин, как мне кажется, сейчас, это отсутствие давления рекламы к денег. То есть, если все игроки рынка интернет-рекламы четко знают, что когда они продают размещение у себя на сайте, с них спросят не только результат компании, что количество баннеров открутилось, но и спросят о качестве той аудитории, которая пришла по этим баннерам, что умный рекламодатель сейчас проанализирует не только сколько пользователей пришло, но и достигли ли они целевых страниц, совершили ли они покупку, зарегистрировались ли они на сайте, не знаю, там, записались ли они на тест-драйв, все зависит от какой-то определенной специфики. Так вот, в социальных медиа давления этих рекламных денег сейчас практически нет, да, как правило, выделяется какой-то бюджет для достижения какого-то определенного количества результата. Пока на этом рынке деньги, с одной стороны, большие, с другой стороны, достаточно легкие. То есть такое раздолье. Следующий слайд, пожалуйста. В лучшем случае мы можем рассматривать не только количественные характеристики, но еще и некоторые бизнес-метрики, как то влияние на результаты продаж, увеличились ли они или нет, изменение нашего положения в рейтинге относительно конкурентов. Для брендов важно упоминание, количество упоминаний на различных площадках социальных медиа, особенно на тех, где работают, для СМИ это, соответственно, цитируемость. Естественно, вот с этим пунктом тоже есть определенные проблемы, и сегодня на конференции коллеги из Public.ru говорили как раз об этой проблеме, мы тоже с этим сталкиваемся, что, к сожалению, сейчас не существует инструментов для того, чтобы объективно измерять цитируемость и упоминаемость бренда. Можно пользоваться любыми инструментами поиска по блогам, можно пользоваться обычными поисковыми системами, можно пользоваться какими-то РСС-подписками, специальными системами и так далее. Тем не менее, в ситуации, когда площадок в социальных медиа достаточно много, а АПИ некоторых из них не позволяет осуществлять нормальный, качественный, релевантный поиск, мы все сталкиваемся с тем, что упоминающие цитируемость посчитать достаточно сложно. И на этой почве бывает много, к сожалению, сфотифицированных историй. Я думаю, вы, если активно участвуете в жизни социальных медиа, не раз становились свидетелями, связанных с этим скандалом. Следующий слайд, пожалуйста. Существует множество определений, что же такое KPI или ключевые показатели эффективности, но мне кажется, что для разговора о социальных медиа наиболее подходящим будет вот это. Это соотношение двух или более показателей, которые помогают оценить достижения стратегических и тактических целей. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, я хочу сказать, что для оценки эффективности нашей работы недостаточно оценивать какой-то один из элементов. Важно оценивать их в совокупности и в зависимости друг от друга. И только тогда, в случае, если мы работаем в рамках какой-то компании или холдинг, мы можем оценить эффективность своей работы, если мы заказываем услуги какого-то агентства, который работает на этом рынке, мы можем действительно оценить, качественные услуги нам предоставляют, и если у нас возникают сомнения, то понять, какие претензии как можно предъявить. Пожалуйста, следующий слайд. Говоря о гиппе социальных медиа, важно поговорить сначала о целеполагании. То есть зачем, собственно, мы с вами идем в социальные медиа, зачем мы затеваем всю эту историю с продвижением. Как мне кажется, эти цели больших у нас – это три. Это наша узнаваемость, это получение трафика и расширение базы пользователей. Следующий слайд, пожалуйста. Узнаваемость дает нам с вами в первую очередь осведомленную аудиторию. Это важно и для средств массовой информации, это важно и для бренда. Это те пользователи, которые так или иначе слышали о нас и из контекста формируют свое к нам отношение. То есть даже если они не станут сразу же нашими подписчиками, они имеют о нас некое представление и при возможности выбрать, от кого получить информацию, кого почитать, если тот контекст, в котором они нас уже слышали, будет позитивным, велик шанс, что они обращаться именно к нам. Узнаваемость дает нам Грэн Папасадоров. Очень важное понятие, которое, мне кажется, в России используется недостаточно широко и зря. Собственно, бренд Абасадоры – это люди, которые предельно лояльны к вашей компании или к вашему бренду. Они не только сами являются вашими потребителями, они готовы рассказывать своим друзьям, они готовы рассказывать своих аккаунтов в социальных сетях, они готовы рассказывать на каждом углу, почему им нравится этот бренд, почему им нравится его продукция или почему они доверяют тому или иному СМИ больше всего. При этом в идеальной прозрачной модели – это люди, которым мы не платим напрямую. Мы, естественно, можем с ними проводить какую-то работу, устраивать для них какие-то специальные ивенты, можем, не знаю, предлагать им какую-то нематериальную мотивацию, можем делать им какие-то подарки, отправлять их в пресс-тур и что угодно. То есть это наше самое лояльное сообщество, которое только можно придумать. Я думаю, одним из самых интересных примеров работы с брендом-аббассадорами, наверное, является компания Apple, потому что, наверное, ни одного бренда в мире нет такого количества сектантов, в хорошем смысле, людей, которые просто целиком и полностью привержены тому или иному бренду и готовы привлекать всех и каждого и доказывать преимущество этого бренда перед гостальными. Ну и узнаваемость дает нам изменение настроя аудитории к бренду на позитивную, если у нас до этого были какие-то негативные корреляции, потому что чем больше человек узнает, чем больше он слышит о нас в каком-то позитивном контексте, тем больше шансов, что его отношение к нам смеется с нейтральным или негативным на позитивное. Следующий слайд, пожалуйста. Трафик, да, для брендов в меньшей степени важная штука, а для СМИ, естественно, роль гораздо выше. Трафик, который мы получаем на сайт, дает нам возможность, во-первых, монетизировать нашу аудиторию, да, самый банальный способ. Вообще, одна из основных проблем, с которой, как мне кажется, один из основных вопросов, с которым сталкиваются компании и издания, которые активно играют на рынке социальных медиа, это как монетизировать эту аудиторию. Вот у меня есть, например, там 10, 15, 20, 50 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Что мне с ними делать? Они не ходят ко мне каждый день на сайт, они генерят мне не так много трафика, да, они активные участники сообщества, они лайкают, что-то там расшаривают и так далее. Что происходит с этого? Учитывая, что с появлением большего количества информационного шума в социальных сетях, да, пользователи все реже начинают переходить на сайт. То есть они что-то расшаривают или лайкают по одному только заголовку или анонсу. Вот, поэтому трафик — это серьезный вопрос, особенно для средств массовой информации, потому что все-таки мы не умеем пока, как мне кажется, в больших масштабах монетизировать аудиторию в социальных сетях, а умеем продавать рекламу на сайте, да, то есть показывать баннеры тем пользователям, которые к нам пришли. Поэтому для СМИ особо остро стоит вопрос, как конвертировать нашу аудиторию в социальных сетях в активных пользователей нашего сайта. Ну и, соответственно, трафик для брендов в основном дает потенциальный клиент. Следующий слайд, пожалуйста. База пользователей, которую мы можем получить благодаря нашему активному присутствию в социальных сетях, во-первых, как никогда раньше в интернете дает нам широкое представление о характеристиках лояльных аудиторий, да, то есть где эти люди работают, каковы их интересы, что они делают сегодня вечером, в какое время суток они наиболее активны и так далее, да, то есть раньше все метрики, которые в основном, да, мы могли использовать при анализе аудитории на наших сайтах, они были достаточно такими широкими, абстрактными социально-демографическими характеристиками. Социальные сети дают нам возможность изучать наших пользователей буквально под микроскопом и таргетировать тот контент, который мы им даем, те активности, которые мы им предлагаем. Соответственно, база пользователей дает нам постоянный клиент, потому что нам гораздо проще и легче коммуницировать с ними регулярно, и, соответственно, дает постоянный контакт, который можно конвертировать в покупки на сайте, заполненные анкеты, участие в конкурсах, в зависимости от того, продавление, от чего вы занимаетесь, брендом или средством массовой информации. Следующий слайд, пожалуйста. Мне кажется, что модель коммуникации с аудиторией в социальных медиа можно описать вот так достаточно просто, круг с четырьмя секторами, среди которых внимание, вовлеченность, влияние и действие. Здесь я вас хочу сразу предупредить, что следующие несколько слайдов, они будут посвящены достаточно простым, но все-таки формулам, поэтому презентацию у вас будет, если кто-то хочет записать, попробовать это посчитать и так далее, вы не пытаетесь это записывать сейчас, лучше потом возьмите это из презентации, мне кажется, это будет эффективнее, пока мы просто пробежимся в целом по тем метрикам, которые, мне кажется, полезным использовать, и те, которые мы регулярно используем в своей работе для оценки эффективности. Следующий слайд, пожалуйста. Есть следующий слайд? Что касается внимания, очень важен такой показатель, как доля упоминаний. Считается очень просто, это частное от упоминания нашего конкретного бренда и упоминания бренда вообще, то есть упоминания бренда нашего и упоминания наших брендов-конкурентов. Ну, для примера, да, если бы считала компания МТС свою долю упоминаний, они бы делили упоминания МТС за определенный промежуток времени в определенных социальных сетях на сумму упоминаний своих конкурентов, ну, наверняка, этого были Мегафон и Билайн, возможно, там, если бы это касалось северо-западного региона, добавили бы там Теледва и еще кого-то. Следующий слайд, пожалуйста. Есть следующий. Вовлеченность аудиторией – это, на самом деле, та самая характеристика, которую активные пользователи Фейсбука, я думаю, среди вас есть такие. И когда вы заходите на страницу, не на частный профиль, а на страницу, вы видите количество подписчиков, а под этим ниже характеристику обсуждают это. Так вот, на самом деле, это самое, что ни на есть вовлеченности аудитории, это сумма лайков, комментариев и ссылок, да, то есть неких социальных активностей наших пользователей, поделенная на общее количество просмотров этим пользователем нашего контента. Следующий слайд, пожалуйста. И еще более важный характеристик – это вовлеченность в общение. Она показывает, какое количество пользователей не просто взаимодействует с нашим контентом, да, то есть нажали лайк, расширили и ушли. Это именно та аудитория, которая дает нам активный фидбэк, участвуя в комментировании, присылая нам какой-то контент, размещая фотографии, видео и так далее. Считается из количества принимающих участия в общении, поделенного на количество потенциальных участников в общении, то есть пользователей, которые проявили некую активность на нашей стране. Следующий слайд и еще следующий, пожалуйста. Воздействие бренда, которое достаточно сложно посчитать… Это и следующий слайд, да, такие две взаимосвязанных штуки. Достаточно сложно посчитать количество позитивных, негативных и нейтральных упоминаний бренда. Огромное количество программного обеспечения сейчас существует в России и на Западе, которые пытаются в автоматическом режиме посчитать, какие упоминания являются позитивными и какие негативными. При этом, что российское программное обеспечение «Что зарубежное» построено примерно на одной и той же модели. Есть определенные словари, в которых добавлена база слов, которые являются одни из них позитивными, другие негативными, другие нейтральными. При этом нет, я думаю, в ближайшее время не появится такой интеллектуальной системы, которая позволяет анализировать все эти слова в контексте. Поэтому мы в своей работе используем одну из таких систем, которая позволяет анализировать позитивные и негативные упоминания бренда, но при этом она построена так, что система автоматически все это разбивает по позитивным и негативным группам, а дальше уже редактор вручную занимается обучением системы, все это раз еще просматривает и распределяет по каким-то группам. Воздействие бренда мы считаем из количества позитивных упоминаний бренда, поделенного на количество упоминаний вообще. Следующий слайд, пожалуйста. А соотношение настроений, соответственно, деля позитивные, негативные и нейтральные упоминания на количество упоминаний вообще, в зависимости от того, что вы хотите посчитать. Следующий слайд, пожалуйста. Тренд топика показывает тренд развития какой-то определенной темы или упоминаемость какого-то определенного слова. Гораздо более актуальна эта метрика не для бренда, а для средств массовой информации, которые, например, ведут какую-то определенную тему. Считается и запоминание специфического топика, определенного на сумму упоминаемого топика плюс топиков конкурентов, которые разбиваются параллельно с ним. Следующий слайд, пожалуйста. Коэффициент полезности показывает нам коэффициент полезных действий, которые совершила наша аудитория, деленное на количество полезных действий, совершенное на аудитории из всех источников самоходности. То есть какую конкретную пользу приносит нам аудитория нашей страницы в какой-либо из социальных сетей. Следующий слайд, пожалуйста. И два заключительных показателя эффективности, которые, мне кажется, наиболее просто считаются, могут мониториться в регулярном, соответственно, ежедневном режиме и достаточно просто позволяют быстро определить эффективной и неэффективной является ваша работа. Следующий слайд, пожалуйста. А это, соответственно, активность пользователя сообщества, получается, от простого частного охвата и социальных действий пользователей. Социальные действия пользователей являются в все активности, которые пользователи могут демонстрировать на наших страницах. Это факт лайков, факт комментариев, факт подписки на наши страницы, факт расшаривания и так далее. И следующий слайд, пожалуйста. Это, собственно, стоимость привлеченного пользователя. Мне кажется, что где бы вы ни работали, в рамках какого-то холдинг, вы работали бы в агентстве или тем более если вы заказываете услуги какого-то агентства, очень важно считать, во сколько вам обходится один пользователь. Часто это бывает такая шокирующая цифра, но, по крайней мере, мониторингом ее заниматься необходимо, потому что она день от дня показывает вам лучше всего, насколько эффективной является работа. Соответственно, для этого необходимо поделить все ваши суммарные затраты, а сюда входит и оплата рекламы, если вы ее покупаете в социальных сетях, это зарплата сотрудников, которые этим занимаются. даже можно сюда включить амортизацию оборудования и так далее. Отсюда мы вычитаем полученные выгоды, при помощи всего этого, например, нам удалось каким-то образом монетизировать аудиторию, получить деньги за проект от заказчика, и все это поделенное на сумму тех же социальных действий, которые совершают наши пользователи. Следующий слайд заключительный, и я действительно надеюсь, что у вас возникли какие-то вопросы и по теме КПИ в социальных медиа, и по тому, что касается, может быть, нашего опыта работы. Продолжение следует...